45 минут, ну может быть, короче говоря, до 19.00 для гостей мы расскажем, я, меня зовут Пермяков Олег Григорьевич, я являюсь партнером компании FFI, Forever Freedom International, я и мои партнеры, друзья, товарищи по бизнесу, которые находятся здесь, мы вместе в течение этих 45 минут садись, расскажем вам о нашем бизнесе, о наших продуктах, о том, что они делают для людей, какую выгоду вы сможете получить и можно ли на этом заработать деньги, если можно, то сколько, что для этого надо будет делать, по-простому, по-человечески, без всякой заумии, если вы увидите, что дело стоящее, что оно подходит вам, что оно вам нравится, вы справитесь по плечу, вместе начнем бизнес, у нас все для этого есть, если по каким-то причинам вы поймете, что это не ваше, что оно вам не подходит, пойдете дальше по жизни, она большая, подберете себе что-нибудь другое, логично? Нормально? Все, начали. Я хочу спросить, есть ли в зале гости, я к ним обращался, а сам не спросил, есть ли гости, то есть люди, которые приглашены сюда в качестве гостя, пойдем там что-то расскажут, пожалуйста, поднимите руку, чтобы я увидел. Выше. Хорошо, гости есть. А есть ли наши партнеры, которые уже тут работают, поднимите руку, о, партнеров больше. Я хотел спросить партнеров, есть ли люди, которые приехали из других стран, не Украина, есть ли такие люди, какие страны есть, крикните мне страны. Россия. Понятное дело, Россия. Еще есть Россия? Беларусь. Еще? Германия. Еще? Чехия. Еще? Есть еще страны? Молдова. Франция. Еще? Все. А Украина, есть Украина? Есть Украина. А в Украине есть не киевляне, кто не из Киева. Есть такие люди? Ё-па. А киевляне есть киевляне? Встаньте киевляне, пожалуйста, будьте любезны. Киевляне встаньте. Давайте все похлопаем хозяевам, что они нас приняли здесь. Киевляне. Посмотрите, как их мало. Какой позор. Спасибо, киевляне. А я хочу спросить, какие города есть из Украины? Харьков. Харьков. Есть Харьков? Понятно. А еще? Беларусь. Спокойно. Днепропетровск есть? Есть. Еще? Донецк. Слышу, Донецк. Есть? Еще? Запорожье. Полтава. Полтава. Сума. Еще? Хмельницкий. Что? Николаев. Что? А, Луганск. Севастополь. Николаев. Кривой Рог. Еще? Ялта. Еще? Ялта. Много. Разные люди из разных стран и из разных городов. Нас всех объединяет одно. Мы занимаемся общим делом. Занимаемся бизнесом, который называется FFI. Такая аббревиатура. Forever Freedom International. Вечная свобода звучит. Давайте начнем. Я начну со своей истории. Меня зовут, еще раз повторю, Олег. Моя фамилия Пермяков. Я в прошлом офицер, служил в военно-морском флоте. Потом уволился и начал заниматься бизнесом, потому что пенсия была маленькая. И занимался всякими разными делами. И вот последние 16 лет я занимаюсь бизнесом в сетевой индустрии. Я занимался разными товарами, разными услугами. Короче говоря, зарабатывал деньги. И всегда, 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 всегда. Очень долго, кстати, в холостую занимался. В основном в минус, в минус, в минус. Долги, минус, долги, минус. Долги, минус, долги. Чуть-чуть поднялся, все потерял. Опять в минус. Долго. Но потом все как-то наладилось и стал зарабатывать деньги. Научился. Наловчился. И вот я всегда был нацелен на то, чтобы найти такой товар, такой продукт, который был бы нужен людям. Причем не просто нужен, а чтобы его хватали, чтобы не надо было доказывать, убеждать или долго ждать результатов. И вот чтобы там полмесяца будешь на себя мазать, потом увидишь, как ты помолодел или что-нибудь подобное. Чтобы был результат очевидный. И вот я искал и рыл, и рыл, и рыл в интернете, везде с людьми общался. И однажды мне поступил звонок. Моя знакомая девушка звонит мне и говорит, Олег Григорьевич, есть такие таблетки, которые если в бензин бросить, то оказывается, что бензин этот становится как бы другим. Машина лучше едет, мощнее становится. Двигатель работает как-то по-другому, мягче говорят, я сама толком еще пока не знаю. В воздух нету вредных выбросов почти. И самое главное, экономия. Десять, и даже говорят, пятнадцать, и даже вроде как двадцать процентов. Я говорю, слушай, звучит здорово, но как-то вот сомнительно, чтобы были такие продукты. И мы так поговорили, и на этом все. Ровно через неделю я находился за границей, в Болгарии. Я ехал из Бургаса в Варну, заехал на заправку. И там познакомился, случайно совершенно познакомился с человеком. Сергей его зовут, он из Одессы. Дальнобойщик едет в Стамбул. И мы с ним поговорили, пообщались, и потом поехали заправляться. Пошли заправляться у одной колонки. У него дизель большой, МАН такой, и у меня дизельный автомобиль. BMW X5, трехлитровый турбодизель. Вот мы стоим, и он заправляется, и в бак сыплет какой-то порошок. Я говорю, а что ты сыплешь? Он говорит, это такой катализатор MPG. Я с этим продуктом, вот уже несколько месяцев, мне так классно. Я по этой трассе все знаю. Раньше я ехал здесь на первой передаче, сейчас иду на второй, на третий. У меня машина работает как часы. И самое главное, я экономлю почти 20% топлива. Я вот, знаешь, больше 30 лет за рулем. Никогда, много было машин, никогда ничего в свой бак не добавляю. Он говорит, ну и дура. Тебе все равно добавляют. А ты не знаешь, что. А я знаю, что. Я экономлю 20%. Я говорю, ну что такое 20%? В голову мне не попадало. А он говорит, с каждой тонны 200 литров мои на карман. Хозяин не знает, узнает, убьет. И как только он сказал вот эти слова, что с каждой тонны 200 литров его, я понял, если это правда, если это не страшно для автомобиля, то это сумасшедший бизнес. Ровно через неделю в Одессе я уже общался с людьми, которые продали мне, та же самая девушка, продала мне бутылку продукта, которая называется МВГ Буст. Вот мне ее дают. Вот именно такую бутылку. Спасибо. Вот именно такую бутылку я купил. Мне эти ребята рассказали, как она работает. Это же сказали, что это оказывается бионатуральный, значит, такой растительный, на растительной основе биокатализатор топлива. МПГ. Аббревиатура МПГ означает «миля на галлон» по-английски. То есть сколько миль можно проехать на галлоне топлива. Сколько километров на литр. И сказали, что если в бензин этот продукт попадает, то он создает в камере сгорания условия для полного сгорания топлива. Бензин, дизель, биодизель и даже газ. И как только это происходит, то машина работает лучше, двигатель мягче работает, а машина становится более мощной, приемистой. Не выбрасываются не сгоревшие частицы топлива, всякая дрянь в воздух. Все сгорает, почти чистый воздух. Двигатель защищается естественным образом от всякого разного рода веществ, неполезных для двигателя, которым бодяжат, как у нас говорят, бензин и соляр. Все сгорит, не повредит двигатель. И самое главное, происходит экономия. На этом топливе ты проезжаешь больше. Они рассказали, что этот продукт оказывается используется в Америке. Он сделан, кстати, в США и доставляется сюда, к нам, в Украину. Он, оказывается, уже более 30 лет используется в аэрокосмической промышленности США, для того, чтобы ракета летела дальше без увеличения объема бак топливного. Лучше сгорает. Вот примерно так мне рассказали об этом. И когда я их послушал, мне сказали, что на 10 литров топлива 1 мл этого продукта. Первая порция двойна. Все. У меня в баке 90 литров. Я решился, после 37 лет вождения за рулем, я решился, что я попробую. Я купил шприц, проткнул предохранительную пленку, залил 18 мл в бак, сверху 90 литров соляр и поехал. Я ехал из Одессы в Севастополь. Рядом сидит моя жена, и я еду. Еду и сам жду, когда что-нибудь начнет происходить. Километров все есть 15. Примерно вдруг мне показалось, что моя машина становится какой-то другой. Какой-то более подвижной, такой шустрой. Как будто ее перестали придерживать за задницу, извиняюсь за выражение. Она как-то стала тише работать. Я еду и радуюсь. Но радуюсь про себя тихо, потому что я боюсь попасться на крючок.